Да, конечно, жизнь артиста, она бывает разная. Бывает, что вот и озвучка у тебя в 9.30 на Линфильме. Детей накормил, не уложил и помчал. Помчал, помчал. Езжаю на территорию Линфильма. Дождь идет. Парковочка, сейчас здесь оставим машину. Все, пойдем. МТК. Это монтажно-тренировочный комплекс. Здесь происходит постпродакшн фильмов. Это за мной. Здрасте. Здравствуйте. Обнаружен раритет. Пюпитер. Старенький пюпитер. Наверное, еще со времен того самого Линфильма. Договор. Да, согласен. Давайте. Вот так вот студия выглядит. Давайте попробуем. Нет? Это все про меня. Хорошо. Да. Хорошо. Я пытался взять от этой картины наш быт. Хотелось показать нашу свободную девушку. Раньше женщина была угнетенной. Не имела никакого права. Это можно было видеть на многих произведениях и у Некрасова, и в живописи. Когда родители продают девушку за старого очень богатого человека, мне хотелось выразить тему так, чтобы все фигуры так говорили. Чтобы чувствовалась эта теплота окружения этой девушки. Чтобы все фигуры говорили. Я пытался взять от этой картины наш быт. Хотелось показать нашу свободную девушку. Раньше женщина была угнетенной. Не имела никакого права. Это можно было видеть на многих произведениях и у Некрасова, и в живописи. Когда родители продают девушку за старого очень богатого человека. Мне хотелось выразить тему так, чтобы все фигуры говорили. Чтобы чувствовалась эта теплота окружения этой девушки. Ну что, нет? Шокировали? Давайте дубль. Ну, это дизлексия называется. Хорошо. Сейчас попробуем. Так. Да. Ну, что, оправдывается? Ну, я понял. Я понял. Да. Да. Приятно, когда и ты себя снимаешь, и тебя еще снимают, и ты на звучании. И это вообще просто высший пилотаж. С бэкстейджем работаем. Ну, что, ребят, зацел? Окей. Да. Вот только этот. Очень, очень жаль. Ну, все. Ну, нет, ну, лучший враг хорошего. Все. Благодарю вас. Так, все. Наушнички вернули. Текстик забираем. Ну, и уходим, уходим. Записывали мы голос. Экскурсия, наверное. Академия художеств с страницей памяти. Кирилла Варакса. Ну, что, так получилось, что я на Ленфильме ночью. Поэтому какой-то быстрый ночной обзор на киностудию Ленфильм Санкт-Петербурга. Поехали. Так, монтажно-тренировочный я вам показал. Вот он здесь находится сразу на въезде машин. Вот, вот кошечка. Опа. А, кошечка. Бегом, бегом. Быстрый ночной обзор. Вот там. Там. Там костюмерки. Ну, это так, по старой памяти. Погибшие во имя жизни в делах живых и в памяти живых. 1941-1945 год. Фамилии. Папша. Сюда я несколько раз ходил на Прополь. Вот ребята грузят. Разгружают технику. Это двор киностудии Ленфильм. Вот здесь, на втором этаже, фотостудия, фотоателье Ленфильма. Ну, там сейчас проводят пробы. Заходим в главный корпус. Ну, какая красота. Вот мы старина. Тут был ремонт. Кинорежиссеры. Еще. Павильончик первый. Легендарный. Легендарнейший павильон. Там стоит декорация. Декорация чего я не знаю. Так. Второй этаж. Оу. Уф. Фонарик не выключен. Ну, ладно. Пойдем с фонарем. Камера, мотор. Поехали. Библиотека. В холле здесь. Вот тут находится кафе. Легендарное кафе. На Ленфильме. О, как здесь аккуратно стало. Приятно проходить. Приятно, приятно. Ну, бобины. Какой большой осветительный прибор. По-моему, кажется, это и есть диги. Диги. Дигами их называли. Какой синий рояль. Синий и черный рояль. Финофильмы, которые были сняты здесь. Начальник Чукотки. Выборгская сторона. Великий перелом. Я актриса. Два капитана. Пацаны. Пацаны. Я очень меня любил этот фильм. Очень он мне нравился. Последний теплоход. Блокадный футбол. Довлатов. Тоже современное кино. Контрибуция. Три дня до весны. Развод. Мальчик русский. Птица. Это проходная. Сходим в туалет. Все. Возвращаемся. Тележка. Камера возить по рельсам. Монтажные столы. Пет wagon. Блокадный футбол. Возвращаемся. Простя. Монтажные столы. Простя. 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 Ура. Простя. Простя. Такой небольшой быстрый обзор по линфильму, ночной, чисто случайный для блога. Ну и выходим обратно во внутренний двор.